Привет, дорогие мои! Сегодня у меня необычное обращение. Я впервые говорю привет, дорогие мои, вместо обычного сухого привет. Дело в том, что я уже не раз собиралась бросить работу, я бы сказала работу на YouTube, потому что это занимает массу времени. И я думала, могу ли я себе это позволить, вот такой вот деятельность на YouTube, учитывая, что в Америке у меня еще очень сложная ситуация, у меня еще не оформлены документы, которые требуют массу времени. То есть я подавала на политическое убежище и занималась этим в Мичигане, где я фактически пребывала в рабских условиях и в нищенском состоянии. Вообще удивляюсь, как я выжила. Я часто задавала себе вопрос, зачем вообще я этим занимаюсь до последнего времени. Дело в том, что я получила огромное количество писем с благодарностью. Я нашла очень хороших друзей. Наверное, у меня сейчас не найдется слов, чтобы выразить свою признательность и сказать, насколько для меня это важно, ваша поддержка, потому что боты работают в Украине успешно. И я не всегда адекватно реагировала на негативные публикации, публикации с оскорблениями, когда я делала особенно какие-то политические видеоролики. Мне даже пришлось их удалять. Но сейчас я понимаю, что за этим стоят определенные люди с определенной зарплатой. Все эти годы я испытывала непреодолимый стресс, ностальгию и чувствовала себя абсолютно покинутой. В общем-то, это впервые я делала такое признание. Я еще и сейчас плохо сплю. У меня до сих пор не прошел страх, который я испытала в 2014 году за себя, за свою семью, прежде всего за своих детей. Но, тем не менее, я имею смелость делать какие-то политические даже публикации. И сейчас хочу попросить прощения у тех людей, у моих подписчиков или не подписчиков, которые смотрят мое видео и которые, видимо, ждут каких-то, знаете, позитивных сюжетов, каких-то роликов о США, о жизни в США. Я обещаю, что я обязательно это сделаю. Но вся эта ситуация в Украине меня не оставляет в покое. Я очень болезненно реагирую. Я не сплю по ночам. Поэтому время от времени делаю вот такие вот заявления. За полгода мы пережили две эмиграции. Если кто не знает, то, пожалуйста, посмотрите мое видео. Я размещу ссылку, почему я должна была уехать. Я бы сказала, даже странно мне показалось то, что мало кто интересовался, в каком состоянии я нахожусь в Америке. Но нужно отдать должное. Многие мои коллеги думали, что я выехала по работе. Они не могли подумать, что я живу в подвале, что я занимаюсь клинингом, что иногда мне нечего было есть, что я попала в трудовое рабство и вообще чудом выжила. Но на сегодняшний день все мои мытарства по Америке более или менее утряслись. Я вышла замуж за очень хорошего мужчину. Он очень добрый, очень честный и порядочный. Как мы познакомились, это не совсем обычная и очень трагическая история. И да, сегодня я не работаю. Я имею несколько частных уроков по музыке. Но это тот минимум, который я могу собрать на карманный расход. Ну и еще раз огромная благодарность всем тем, кто меня поддерживает, кто меня не забывает и не оставляет в этой трудной, я бы сказала, ситуации. Потому что адаптация в Америке происходит очень сложно, очень болезненно. Я даже сегодня написала на Facebook, что эти прелести миграции, начиная от каких-то бытовых проблем и заканчивая денежными какими-то ресурсами и возможностями, знанием языка. Это все очень сложно на самом деле. В Украине я себя чувствовала самостоятельной женщиной, которая себя полностью обеспечивала, которая дала детям, трем детям высшее образование, которая никогда ни у кого не просила, ни перед кем не пригибалась, ни перед чиновниками, ни перед депутатами. Наоборот, меня приглашали. Здесь я пока еще никто. Даже те моменты, взять кошку в дом или не взять, потратить деньги мужа, естественно, или не потратить, мысли по поводу, что будет со мной и где я буду работать. Когда я наконец смогу свободно говорить на английском языке, чтобы стать полноценным членом общества. И когда будут готовы мои документы, это все, конечно, очень сложные для меня на сегодня вопросы. Поэтому еще раз огромная благодарность всем тем, кто меня поддерживает. Очень скучаю за своей профессией, а такой контакт со зрителем в YouTube все-таки дает какую-то надежду на то, что все будет хорошо, и я делаю все-таки что-то полезное. Сейчас я просто прочитаю некоторые письма, которые я получила. Честно говоря, слезы на глаза наступают. Я, конечно, не буду указывать имен. Вот что мне пишут. Привет! Хочу написать о том, что сегодня, наконец, посмотрела все твои видео на YouTube. Давно собиралась. Ты просто молодец. У меня часто слезы подступали к глазам. Особенно, когда ты сидела в маске и рассказывала про уборки. Тогда я тебя не узнала. Это не то, что ты плохо выглядела. Я увидела твою пустоту в глазах и очень большое разочарование. Для меня это был шок, не зная, какая ты. Но потом, когда ты в доме при макияже, маникюре и прическе, на твоей руке колечко, это совсем другой человек. Это доказательство того, что нужно идти не сдаваться. Извините, у меня слезы в глазах, я не вижу. Как будто думаешь, что ты уже на дне, но все можно изменить. Честно говоря, в моей ситуации даже не знаю, как лучше сказать. И другое письмо, которое меня очень расстроило, я бы сказала, это письмо от моей бывшей однокурсницы. Мы не общались лет 30. Я родилась, я еще, видимо, не рассказывала об этом, на Донбассе. Школу закончила в Россию и потом 30 лет работала, родила трех детей уже на Западной Украине. И вот это письмо нашло меня тоже через YouTube. Светик, привет, пересмотрела твои видео, прочитала статьи. Вижу, что далеко от родных краев. Немного изменилась, похудела, но глаза и улыбка остались прежние. Дальше мы обмениваемся любезностями. Я спрашиваю, как она поживала, она рассказывает о себе. Сколько лет прошло после окончания училища? Это музыкальное училище, у меня два образования. Музыкальное и филологическое. И эта женщина, она училась со мной в одной группе в музыкальном училище. Мне в последнее время настолько радостно находить кого-то из наших однокурсников и настолько интересно знать, как же сложилась их жизнь после окончания училища. Сколько наших уехало за рубеж? После окончания училища она вышла замуж, родила ребенка. Развелась и потом жила с мамой. После переворота у нас здесь в 2014 году начались военные действия, обстрелы, бомбили самолетов. Собрала своих родных и выехала в Россию на два месяца, пока доблестную в кавычках украинскую армию отсюда не выпроводили. Сейчас линия фронта от нас в 50 километров за Луганском. Этим летом умерла моя мама, так и не дождавшись окончания войны. Чтобы выжить, пришлось сочетать несколько работ. Когда рядом война, это страшно. Когда часами слышишь стрельбу из орудий градов. Когда слышишь, как летит самолет и не знаешь, куда спрятаться. Переживаешь за близких, когда дорога к границе обстреливается снайперами и невозможно туда проехать. Люди погибали от минометных обстрелов возле больниц, магазинов. Город около двух месяцев был почти пустой, пока не ликвидировали изваринский котел. Магазины пустые. Нас спасло то, что граница рядом. Люди ездили за продуктами в Россию. Предприниматели везли оттуда. Почти год мы не получали никаких зарплат, хотя все работали там, где было возможно. И старики не получали пенсии, умирали от голода. Конвои с продуктами из России пошли несколько позже. Никогда я представить не могла, что такое может быть. Мне так жаль людей, которые еще могли бы жить, но были убиты. Очень жаль тех, кто живет на линии разграничения. Очень много разрушений. В некоторых селах нет ни одного целого здания. Ладно, не буду тебе этой темой портить настроение. На самом деле я очень ей благодарна, что она все это написала. То есть сообщение пришло в личку. Человек не мог все это соврать. И украинские СМИ никогда это не опубликуют. Никогда. Поэтому имею за честь все это озвучить. Еще раз всем спасибо.